парни всем привет девчонкам тоже приветик 2017 год 4 января на дворе всех поздравляю с наступившим счастья здоровья как отметили надеюсь ни у кого в руке там петарда не взорвалась или ракета никого там в голову не прилетела пишите как все прошло сегодня мы с вами поговорим про бмв я вам расскажу про цены на бмв вот здесь вот все официальные цены прайсовые на каждом сайте они есть я вам расскажу сколько можно торговать на бмв сегодня именно в январе у нас будет для примера бмв в кузове f10 как вы знаете их уже больше в принципе не производят в конце января начале февраля уже появится в продаже новая бмв 5 серии в кузове g30 про нее мы рассказывать принципе не будем про нее уже есть обзоры основной уклон будет на f10 почему да потому что сейчас на нее может сбить очень хорошие скидки обо всем по порядку мы начинаем прямо сейчас что мы имеем с вами сейчас это бмв 520 в м пакете в принципе это может сказать базовая комплектация только с дополнительным м пакетом что в него входит мы сейчас вам по порядку расскажем но самое главное зайдя на официальный сайт вы видите вот такую цену бмв 520 в м пакете у нас идет по цене 2 миллиона восемьсот семьдесят тысяч рублей самая базовая комплектация которую вы сегодня можете получить это бмв с е комплектация это будет 2 миллиона шестьсот пятьдесят тысяч рублей именно с такими ценами меня встретил официальный дилер я лично специально еще в конце декабря приехал к одному из не буду его называть зашел пообщаться оценил свой автомобиль в трейд-ин цены были точно такие же мне сделали предложение про него я вам расскажу чуть позже давайте смотреть сейчас что сделаем пробежимся по автомобилю и покажем что вам вообще предлагают за эти деньги первое но у нас оптика идет биксеноновая ближний дальний ксеноновой в более дорогих версиях она может быть диодная далее у нас идет м обвес это бампер у него идут смотреть противотуманки они идут диодные также обращаю ваше внимание то что ноздри которые у нас идут здесь есть пластмассовые такие перегородки пластиковые они могут закрываться и самостоятельно открываться когда машина уже прогрета нам предлагает двигатель двухлитровый бензиновый 184 лошадиные силы и 270 крутящего момента хочу отметить одну простую и интересную вещь официальный дилер за 50 тысяч рублей предлагает вам его перепрошить он будет 245 лошадиных сил и в нем будет 350 крутящего момента это получится у вас бмв 528 я думаю многие из вас знают уже то что 528 это не означает там комплектация типа 5 серии и 2 и 8 двигатель нет это просто аббревиатура ну скажем так для комплектации есть у нас турбина а это идет турбина twin scroll она хватает как на низких оборотах так и на высоких хорошая вещь то есть у вас всегда будет подхват динамики на какой бы то скорости не ехал газку дал машина поехала отмечу смотрите базовая версия вот например данного автомобиля разгоняется до 100 примерно 7 и 9 это заявленный показатель есть машину чипануть то у нее разгон уже будет 6 и 3 секунды то есть как у 528 отмечу также то что 528 идет уже полный привод под капотом у вас что там что здесь все будет одинаково из исключения вот именно прошивки по мозгам максимальный разгон у данного автомобиля двести тридцать три километра максимальная скорость а есть его чипануть опять же будет у него примерно 250 километров у нас стоит восьмиступенчатый автомат называется он здесь сервотроник в принципе здесь все мы идем дальше в м-обвес что также в ход диски у нас идут 18 обратите ваше внимание покажи пожалуйста поближе чуть диски ведь этот налет такой получается это он идет от колодок стандартная проблема бмв многие на нее жалуются это можно оттереть отмыть но в принципе вообще неприятно то что вот нужно дополнительно какую-то химию использовать на простой мойки от этого все не отмыть дальше ну шильдики понятно эмо вес также включайте осмотреть пороги другие видоизмененные немного у нас есть вот смотрите вот здесь вот эти окантовки черные идут она имеет там свое название shadow line вот в обычной комплектации у вас будет она идти хромированная вес автомобиля у нас тонна 685 килограмм что в принципе немало расход у такого автомобиля по городу примерно 10 11 литров в нормальном режиме если понятное дело топить город с пробками он может быть ниже но опять же если не топить есть более в овощном режиме расход может и упасть дорожный просвет 141 миллиметр в принципе это низкая машина тем более у нас здесь задний привод сразу хочу про него сказать одно ребят кто не умеет на нем ездить тот лучше вообще не беритесь потому что есть такие люди которые покупают задний привод и потом не могут зайти из двора выехать где заснеженный двор или въехать во двор или же например на любом повороте них может уходить вперед автомобиля на автомобиле задним приводом нужно уметь ездить я не буду вас учить рассказывать то что нужно это вот так или вот так с газиком посмотрите есть инструктора которые про это снимают видеоролики вы можете также записаться на экстремальное вождение но в любом случае ездить на машине задним приводом нужен есть головой что касаемо лакокрасочного покрытия но вот смотрите когда автомобиль сейчас все покупают но в основном все говорят то что нужно сразу затягивать пленкой нужно затягивать пленкой чтобы не было сколов чтобы подольше кузов прожил с одной стороны я с этим согласен потому что в нынешних погодных условиях в наших когда вот погода такая до снег грязь насыпали реагентов машину по трассе катаешься ну вы сами уже все это знаете видели то что появляется скола но с другой стороны я хочу высказать свое негодование парни 2017 год уже два года как можно с часов просто часов звонить выходить в интернет амиза пиццу заказывать с телефона можно фильмы снимать почему производитель на сегодняшний день не может придумать там сделать лакокрасочное покрытие такой силы чтобы когда-то вы вышла машин до на российские дороги в российские условия три года не было не появлялась этой паутинки чтобы машина была максимально защищена да я согласен сейчас все скажете маркетинговый ход с каждым годом машины выцветает появляются различные косяки по кузову и владелец как бы уже хочет сам ее поскорее она обновить но с другой стороны жидкое стекло нано керамика это все появляется даже официальный дилер вам при продаже автомобиль уже это может предложить я считаю то что это должно идти с завода переходим потихонечку к задней части автомобиля бак здесь у нас идет 70 литров заправлять машину можно начиная с 92 бензина на официальных сайтах пишут 95 на баке на крышке написано 91 и выше давайте подходим ближе смотрите вот задний бампер тоже и мощный идет чем отличается от обычного в обычном вот это вот часть она будет цель на эти здесь же вы можете вот этот диффузор так сказать снять сделать раздвоенный выхлоп помните как-то раз мы летом снимали бмв тоже 528 но уже такой более сделан за м-ку там был переделанный выхлоп слева две трубы справа две трубы вот здесь это можно в принципе сделать то же самое в данной комплектации например нет камеры заднего вида хреново хреново дилер что предлагает 30 тысяч за камер плюс 40 тысяч за блок управления и того камера с установку у них обойдется порядка в 80 тысяч рублей самому можно поставить камеру это вам боятся в 40 тысяч рублей с установка подчеркиваю что камера будет оригинальная и уже с динамической разметкой багажник он у нас уже идет с электроприводом на улице сейчас погода примерно минус 10 подходим смотрим в багажник действительно здоровый 520 литров честных 520 литров постоянно это говорю о том то что вот смотрите кожухи все это есть все что положишь багажник все там будет лежать за счет того то что у всех машин бмв стоит резина runflat здесь нет докатки нет никаких запасных колес здесь максимум что есть нас небольшая ниша вот ну и там у нас тут аккумулятор более в принципе здесь ничего не лежит посадка для задних пассажиров на самом деле я считаю то что не очень удобно и можно было бы побольше сделать место с интересный факт то что на японию например автомобили пятерки вообще идут серий l то есть они есть удлиненные базовые версии здесь же на здоровый капот здорово багажник много места для водителя много места для пассажирного отзади вот именно место мало в ногах подавать я просто присяду я сажусь а поп-оп-оп сидеть в принципе можно узнаешь но не на длинное расстояние если кого-нибудь поедешь то есть но надо будет ноги кидать влево вправо но с другой стороны сам диван посадочка здесь удобно голова от достаешь ну в принципе этот часть найдет мягкая самое главное надо понимать то что автомобиль сделан для водителя это сто процентов а а а будем считать тоже про машину я вам все напомнил касаемо комплектации по салону мы сейчас присядем все подробно расскажем но в целом даже в базовой версии уже есть практически все что идет например у японцев в топовых версиях за исключением скажу одно это камера 1 то что и нужно будет до устанавливать и у вас будет небольшой дисплей на который можно будет поставить навигацию дилер это стоит 150 тысяч рублей представить просто на маленький дисплейчик 150 тысяч рублей у нас сейчас машине установлена система нбт а она чтобы поставить ее этот дисплей плюс джойстик у официального дилера данная услуга стоит 300 тысяч рублей со скидкой они назвали цены 280 тысяч рублей у меня есть вопрос друзья из тех кто вообще кто смотрит этот видеоролик напишите хоть кто это есть из тех кто вот эту систему нбт стал официального дилера нам она обошлась в 50 тысяч рублей вы вдумаетесь 300 тысяч рублей у дилера и 50 тысяч рублей на стороне оригинальное все работает все сделали качественно аккуратно все прошили покажем вот это сочетание именно 520 плюс м пакет я считаю но наиболее успешным и более того это самый часто продаваемая машина вот из всех то что есть такого для людей среднего уровня которые еще не накопили 4 миллиона рублей на автомобиль беру такую комплектацию напомню что это у нас каренинградская сборка ты скажешь а наша сборка все плохо не вопрос если ты хочешь ты можешь заказать себе немецкую сборочку автомобиль придется ждать три месяца и он будет дороже насколько дороже все зависит от того какую комплектацию ты выберешь сразу скажу то что в основном просто 520 из германии но не берут если ты пришел за обычный базу комплектации скорее всего возьмешь к ленинградскую сборку мы находимся в автомобиле смотрите что мы получаем у нас идет м-руль с подогревом у нас идут сиденья которая электро с электроприводом единственное то что здесь механические настройки это именно вперед-назад то есть нужно двигать а все остальное делается с кнопочек дальше ну понятное дело все стеклоподъемники и у нас идут автоматически машину можно заглушить потом на сложить зеркала все это уже есть по умолчанию панель у нас идет мягенькая вся никаких скрипов честно говоря но незамеченным по автомобилю даже когда мы снимали автомобиль с пробегом больше ста тысяч или сколько там вот я не помню летом было там тоже особых скрипов нареканий никаких не было сделано на самом деле добротно вот вот что самое интересное вот эта система nbt вот про который я говорил 300 косарей у дилера и у нас она стоит за 50 тысяч рублей также вот у нас идет смотрите управление этой системы идет здоровая шайба машины в принципе еще нашпигована различной электроникой но это обратить внимание на дисплей смотрите мы сейчас включили например режим спорт плюс у нас здесь сразу показывать мощность автомобиля то есть когда мы будем ехать машина будет показывать нам крутящий момент то есть варить я газку даю двигатель хоть двух литров он еще не чипова на самом деле мощный ребят газку даешь она уже я прям начинает найти покачивать если мы выбираем более простой режим например обычный спорта у нас включает систему курсовой устойчивости если мы включаем просто комфортный режим ну подвеска работает иначе а вместе с ней коробка и отклик на педаль газа есть вообще обычный режим эко про то есть в нем вы будете экономить топлива сразу меняется подсветка подсветка меняется не только по дисплею и по приборной панели но и по салону если бы сейчас была ночь вот здесь тут вставки такие диодные я их тоже можно оставить несколько цветов вариантов есть сама система нбт тоже нафарширована различными ништяками то есть нас уже идет карта она будет идти сразу с пробками но подчеркну одно то что сейчас при по крайней мере москва строится очень быстро и постоянно появляются новые развилки есть у машины много под меню посидеть покопаться в пробочке вам всегда будет полезно и интересно я специально подготовил небольшой список того что будет в более продвинутых комплектациях и хочу выделить из них тоже будет максимально полезно но первое это будет диодная оптика в более дорогих комплектациях сразу будет идти камера заднего вида сразу будет идти например система нбт вот у вас будет кожа идти до кода хорошая проверенная кожа у вас будет идти музыка harman kardon 16 динамиков здесь на свет обычная музыкальная система все ну а сейчас мы с вами переходим к самым интересным это цены на данный автомобиль а я сам лично заезжал к одному из официальных дилеров провел там порядка двух часов не сделали оценку моего автомобиля все посмотрели в итоге я даже смотрите ни разу не заикнулся там за скидку мне приносит изначально сначала предложение на 2 500 за автомобиль то есть уже 370 тысяч сразу срезают я говорю но это не серьезно это говорю не скидка нужно побольше когда я уходил из салона мне говорили 23 она твоя забираю и пожалуйста я с данным предложением заехал к другим официальным дилером и выяснилось то что в машину предлагают за 2 миллиона 100 тысяч рублей примерно 2 миллиона 150 тысяч рублей такие были цены не буду называть дилеров кому интересно пишите в личное сообщение их назову подчеркиваем пакете был человек с которым мы случайно пересеклись в одном автосалоне ну оказалось то что смотрит ему привет если он и сейчас смотрит он присматривал автомобиль 520 в базы комплектации с е так ему предложили автомобиль за один миллион девятьсот пятьдесят тысяч рублей самую низкую цену ему на автомобиль назвали один миллион восемьсот семьдесят тысяч рублей но там были подводные камни которые встречаются в принципе в каждом салоне например обязательно нужно было делать страховку жизни страховка жизни это плюс 90 тысяч рублей обязательно нужно было делать каска она тоже может быть 100 порядка 150 тысяч рублей то есть сначала скидывать но потом добирают свое за счет дополнительных различного рода страховок вы приходите покупать автомобиль спрашивайте про наличие птс потому что в некоторых салонах их просто-напросто нету вы можете оставить залог зададок на автомобиль и прождать энное количество времени вам скажут 357 дней но этот срок может растянуться и до месяца на самом деле такое встречается говорю это по отзывам людей которые покупали автомобили у официальных дилеров сейчас январь вот в конце января все появляется g30 нужно именно сейчас идти вот покупать то что осталось почему будет скидка ну понятно дело новый кузов вышел раз и уже машина получаться будет у вас прошлогодние то есть вы покупаете нас там году покупать автомобиль 2016 года выпуска машины распродают поэтому все кто присматривался к бмв я думаю наверняка среди вас есть такие же люди как и я я например что делаю иногда вечерочком заходишь в интернет заходишь на различные сайты бмв mercedes audi ну и любых других автомобилей премиум версии и просто с этим прогуливаешься ходишь такой смотришь цены на них и видишь порой там ага 3 миллиона а если конфигуратором поиграть так это вообще может она хереть каком плане заходишь то вроде нужно это нужно таким образом автомобиль может выйти ваще и в три с половиной миллиона рублей если ты реально покупать если ты действительно хочешь сейчас обновить свод у тебя есть прекрасная возможность посмотрите предыдущий видеоролик про ауди там тоже делать бешеные скидки можно хорошенько скинуть с третьей серии даже летом этого года уже цены там скидывали на 500 тысяч рублей полноприводной версии поэтому нужно брать ехать садиться и непосредственно договариваться таким образом мы будем потихонечку с вами подводить итог весь премиум сегмент который сегодня есть да не такой уж и космический в плане ценообразования на все можно делать скидки вот за один только шильдик вот этот бмв это бренд парни все это торгуется все это можно скидывать поэтому не сидите дома сейчас праздники садитесь прокатитесь пообщайтесь наверняка кто-то возможно себе сделал такой знаете новогодний подарочек и начнет год с покупки нового автомобиля мы заканчиваем смотрите сейчас праздники есть возможность доехать наконец-то до человека на аккорде переснять сегодня у нас работает оператор с одной ногой потихонечку ходит наконец-то сняли ему гипс хотя обещали снять его вообще после праздников но все уже потихонечку вот разрабатываем у нас есть landcruiser 200 новый снять у нас есть старая toyota праворульная для тех вот любителей которые поиски камере кричали то что ты сними настоящую праворульную есть хотите давайте сними только там не камри немного другая модель toyota supra посмотрим у нас есть skoda octavia a7 предлагает человек также есть пошатный такой уже с пробегом автомобиль mitsubishi galant тоже человек предлагает выбираете что из этого в первую очередь снять самое главное понимает что аккорд это у нас номер один его с ним скорее всего либо завтра либо поиски завтра поеду в москву с человеком встречи все сделано у вас еще раз праздничками пишите ваши комментарии что вы думаете по всему этому поводу и до новых встреч всем пока пока